Добрый вечер! Время новостей на канале ТНТ Тула. О самых главных событиях города и региона сегодня расскажем мы в студии Светланы Динброва и Алексей Щершнёк. Смотрите сегодня выпуски. Прощайте забегаловки. Депутаты областной думы могут запретить продажу алкоголя в помещениях жилых домов. Помойте руки или сходите в душ. Сделать так рекомендует Александр Коржаков после прочтения его новой книги о Борисе Ельцине. В Тульской области могут установить запрет розничной продажи пива, сидра, пуаре и медовухи в помещениях многоквартирных домов. Законопроект об этом поступил на рассмотрение Тульской областной думы. Данная тема активно обсуждается в интернет-сфере. Но большинство экспертов сходятся во мнении мира правильное и нужное с точки зрения нормального существования общества. Приводится в пример мировая практика и опыт ряда российских регионов. Они показывают, что подобные запреты не ограничивают предпринимателей в праве создавать отдельные магазины в отдельно стоящем здании. В экономическом плане данные нововведения ничего не изменят, потому что объемы продаж стабильны. В случае принятия проекта закона депутатами запрет вступит в силу с 1 января 2018 года. Жизнь Туликов станет комфортнее. На заседании Межведомственной комиссии по формированию современной городской среды обсудили, как будут благоустраивать города области в этом году. Проект является пилотным и реализуется всего в нескольких регионах страны, в том числе в Тульской области. В этом году в его рамках будет благоустроено более 200 дворов, 31 общественное место и 2 парка. Участие в проекте принимают 9 муниципальных образований. Это областной центр, 5 моногородов, Щекино и Новомосковск. Общий бюджет проекта на 2017 год 532 миллиона рублей. Сейчас завершается подготовка проекта с метной документацией. Но в Туле, например, подготовительный этап уже закончен и ведутся работы по благоустройству. Данный проект, который мы с вами совместно реализуем, находится под контролем у президента России. От того, насколько успешно будет реализован проект в этом году, зависит и его дальнейшая судьба. Как мы с вами начнем, так и мы с вами завершим. Поэтому начало должно у нас быть правильным, насыщенным. И по тем срокам и по тому финансированию, которое мы изложили, оно должно быть все реализовано. Один из городов-участников проекта – создание современной городской среды Ефремов. Здесь будут реконструировать набережную реки «Красивые мечи». Укрепят берега, высадят деревья, газон и сделают смотровую площадку с ротондой. Наподобие той, что установлено в Туле на набережной Упы. А еще сделают тротуары, установят скамейки и освещение. Проект находится у областного правительства на особом контроле. В этом году его планируют выставить на конкурс Минстроя. Проект благоустройства берега реки «Красивые мечи» предусматривает проведение работы на площади 9 тысяч квадратных метров. Планируется укрепить береговые откосы, склоны на площади 1,5 тысяч квадратных метров. Произвести озеленение территории на площади 7,8 тысяч квадратных метров. Высадить 62 дерева, 800 цветов. Обустроить газонной площадью 5,5 тысяч квадратных метров. Вопросы благоустройства не теряют актуальности и в значительно меньшем масштабе. В масштабе улицы одного двора. Летом у жильцов многоэтажек, к прочим коммунальным проблемам, прибавилась еще одна. Заросли на придомовых территориях. Скашивать сорняки – это обязанность управляющих компаний. Но, как правило, этот пункт в списке работ стоит у коммунальщиков на последнем месте. То людей не хватает, то техники. И жители вынуждены сами брать в руки триммеры. Хотя и обидно, ведь за скос травы они платят. Тему продолжит Сергей Речиц. Хочешь, чтобы все было сделано хорошо – сделай это сам. Этому принципу уже несколько лет следуют жителями снова. Сами меняют лампочки в подъездах, сами красят стены. Даже траву во дворе косят сами. Ведь на управляющую компанию надежды нет. Траву, говорим, надо косить, что-то сделать. Вот видите, какая трава. Вот сын косил половину, потом кто-то пришел, откуда были еще. Старший по дому косил, а вот здесь так все и осталось. Ничего делать. Коммунальщики не скашивают газон. Хотя такая строка есть в квитанциях и платят за нее жители из своего кармана. По нормативам, газон во дворе не должен превышать 10 сантиметров в высоту. Проверим. Метр пятьдесят три. На вопросы жителей, почему так, ответ у управляющей компании один. То людей не хватает, то времени. Предписания были выданы административно-технической инспекцией города Тулы, которые своевременно были выполнены. То есть никаких штрафных санкций нам не применяли. То есть мы уложились в срок и устранили все замечания. Каждую неделю сотрудники городского управления по административно-техническому надзору проверяют, как коммунальщики справляются со своей работой. Первую неделю было выгнуто порядка ста нарушений на продамовых территориях, именно связанных с окосами. Сейчас это больше носит единичный случай. То есть за прошедшую неделю, может быть, с десяток нарушений. С первого августа в силу вступают новые требования Минстроя. Высота газона во дворе по ним не больше десяти сантиметров. Подъезды придется мыть чаще. И даже перезванивать жителям сотрудники управляющих компаний должны будут сами. Если уж люди не могут, до них дозвониться. Сергей Речиц, Сергей Давыдов, Тульская служба новостей. Сегодня ключи от новых квартир выручили 68 сиротам. Торжественная церемония прошла в микрорайоне Северная Мыза. Новоселов поздравили представителя Министерства труда и социальной защиты, а также застройщика. София Кириллова расскажет подробности. Екатерина Шувалова с детства привыкла полагаться только на себя. Работать пошла с 13 лет. Сейчас трудится в Суворове к Лееварам. До сегодняшнего дня ей с мужем и ребенком приходилось снимать квартиру. Теперь открыта новая страница в жизни этой семьи. Екатерина получила ключи от новой квартиры в микрорайоне Северная Мыза. Мне нравится район. Лес рядом. Детские площадки рядом тоже. Здесь будет еще обустраиваться. Много будет строить. Я считала просто. Хороший район. Мне нравится. Спокойный. Всего сегодня новые квартиры получили 68 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Тимошкова Екатерина Сергеевна. По словам министра труда и социальной защиты Тульской области Андрея Филипова, в этом году сиротам планируют предоставить около 400 квартир. Ключи от 187 из них уже вручены. Количество таких детей сократилось более чем в два раза и продолжает сокращаться. Но до нуля, к сожалению, надо еще дойти далеко. Поэтому мы будем стараться, чтобы в ближайшие порядка пяти лет, чтобы эта очередность сошла на минимум. И дальше, если не в этот год, то на следующий. Потому что это зависит от возможности, прежде всего, застройщиков. Квартира у нас не строится, к сожалению, в один год строится. Обычно там полтора-два года. И, соответственно, будем выходить на такой плановый решет. Квартиры для детей-сирот также приобретаются в Киреевском, Новомосковском, Ясногорском, Узловском и других районах области. В ближайшее время по уже заключенным контрактам с застройщиками министерству передадут еще 134 квартиры. София Кириллова, Сергей Давыдов, Тульская служба новостей. Бывший тульский депутат Госдумы, экс-советник, наставник губернатора Груздева Александр Крыжаков презентовал новую книгу под названием «Бесы 2.0» с подзаголовком «А цари-то не настоящие». В книге приводятся неизвестные ранее подробности жизни Бориса Ельцина и его окружения. Две предыдущие книги Крыжакова «Борис Ельцин. От рассвета до заката» и «Борис Ельцин. От заката до рассвета послесловие» разошлись огромными тиражами. После этой книги, может быть, некоторым захочется вымыть руки, а может даже пойти в баню или в душ. Много грязи открывается. Да, есть немножко, есть. Но когда я ее писал, а все началось, у меня уже последняя капля была, это постройка этого Ельцин-центра. Это безобразие, которое можно было три клиники построить, современных, настоящих, а у нас на это деньги находят. Это все, что мы успели рассказать к этой минуте. Сразу после выпуска новостей смотрите прогноз погоды. Ведущая программа поделится с вами самой достойной информацией. Больше новостей вы увидите на нашем сайте tsn24.ru. Узнавайте о самых главных событиях Тулы области вместе с нами. Делитесь своими новостями. Телефон редакции 25 45 45. Смотрите Тульскую службу новостей на канале ТНТ в 14 и 19 часов ежедневно по будням. Сегодня были Алексей Шахов. Светлана Денброва. Увидимся. А пока реклама. В эфире прогноз погоды от Тульской службы новостей. Я Антонина Проценко. Здравствуйте. 24 июня день Варнавы. Чуть позже я поделюсь своими знаниями об этом дне. А пока о погоде в Туле и области на ближайшие сутки. В Алексине градусник термометра покажут плюс 12, плюс 19. В городе Ефремове плюс 14, плюс 20. В Белеве плюс 14, плюс 20. Но в Московске плюс 15, плюс 20. По прогнозам 24 июня температура в Туле будет колебаться от 10 до 19 градусов по Цельсию. Малооблачный, небольшой дождь. Влажность воздуха составит 53,83%. Питер северо-западный до 3 метров в секунду. 24 июня ожидается слабая геомагнитная буря. Следите за здоровьем. 24 июня день Варнавы. С этого дня начинаются русальные дни. В этот период русалки становятся видимыми, играют и справляют свадьбы. Обычно мужьями становились лешие или защекоченные до смерти мужчины. На сегодня у меня вся информация. Хорошей вам погоды и отличного настроения. С вами была Антонина Проценко. Увидимся с вами завтра в это же время. Спонсор показа ООО «Зельгроз». Мечтаете открыть в себе сверхспособности? Тогда вам в «Зельгроз». Мы открылись по адресу. Октябрьская, 215. «Зельгроз» помогает вам экономить.